Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры, приветствую. Вчера я послушал одного брата, он начал свою проповедь так. Сводки с фронта. Третья неделя шел карантин. Все умерли. Но мы надеемся, что у нас не так. Мы уже второй месяц, как с вами, не видимся, но надеемся, что никто не умер, братья и сестры. Никто не умер, что вы все живы. Да поможет всем Господь. Сегодня хотелось бы говорить, сердце переживает, потому что много приходится думать. Как мы вначале говорили, что у нас много времени сейчас, чтобы думать о разных вещах. Думать о всем происходящем, я думаю, что только, может быть, беспечный человек и человек, может быть, невозрожденный. Ну, мало о чем переживает, просто сидит и переживает это время. Но даже неверующие люди задаются вопросом, что за время, в которое мы попали. А мы, как верующие, мы должны думать об этом. Должны думать, что происходит. Должны слышать голос Божий, о чем Бог говорит с нами. И я продолжаю рассуждать, молиться. И сегодня хотелось поделиться мыслями про наши, внутренние наши убеждения. Есть ли они у нас? Должны ли они быть? Какую роль они играют? Ведь то, какие у человека убеждения, так он и живет. То, во что человек верит, то, что является для него истинной ценностью, так человек будет поступать в сложные моменты жизни своей. Написано, что вера, в послании к евреям написано, что вера, это уверенность в невидимом. То есть, это убежденность, это не просто уверенность, а это внутреннее убеждение, уверенность, что есть невидимый мир, что есть Бог, что есть ангелы, что есть Царство Божие, что смерть это не конец. Вера, это есть уверенность в невидимом. То есть, убеждение, твердое убеждение в невидимом. То, чего ты не видишь, но ты убежден, что это существует. И вот эта 11 глава послания Ахевреям, она много говорит о людях, которые, не видя невидимого, но будучи уверены в невидимом, совершали великие поступки. Их вера, их внутреннее убеждение отражалось на их поступках, на их решениях, и они совершали подвиги веры. Написано, что мы ходим верой, а не видением. То есть мы ходим убеждениями своими, то, в чем ты убежден, то, в чем ты уверен, что является для тебя ценностью. И вот убеждение из словаря я выписал. Что такое убеждение? Убеждение – это качество, придающее личности уверенность в своих взглядах на мир, знаниях и оценках реальной действительности. Убеждение направляет поведение и волевые действия. Высшая степень убежденности у многих олицетворяется с верой. Убеждение – это качество, придающее личности уверенности в своих взглядах на мир. Друзья, мы с вами вошли в такое время, время, которое многое показывает, что во мне, на самом деле, какими убеждениями я живу или жил до этого момента. Это время всего выявляет. И грядущее время, немножко затрону это тоже момент, время, которое грядет, время, которое будет, и мы уже вошли в него, оно покажет еще с большей силой, раскроет мой внутренний мир и покажет, чем на самом деле я жил, какими убеждениями я существовал. Потому что придется принимать непростые решения. Но решения, как я вот здесь прочитал, волевые действия направляют твои внутренние убеждения, из чего они состоят. Мы с вами вошли в это время. И хотелось бы, хотя многие говорят, что никогда такого времени не было, это вот что-то необычное для планеты Земля, для живущих людей, но все-таки мы верим Писанию, написанному, что нет ничего нового под Солнцем. И хотелось бы, конечно, брать уроки из Библии, чтобы сориентироваться вот в этом времени, в котором мы сейчас живем, чтобы нам в нем сориентироваться, нам нужно опять же обратиться к Писанию. Хотелось бы посмотреть несколько уроков для сегодняшнего дня. И, как мне показалось, очень яркой иллюстрацией, это будет книга Иова. Из первых двух глав мы прочитаем сегодня. Где очень ясно проиллюстрировано, показано искушение, которое похоже с сегодняшним днем. И то, как Иов, имея внутренние убеждения, внутреннюю уверенность, как он все это преодолел. Итак, книга Иова, первая глава, шестого стиха. И был день, когда пришли сыны Божии представить пред Господа, между ними пришел и Сатана. И сказал Господь Сатане, откуда ты пришел? И отвечал Сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Это была оценка Бога. Это Бог так оценил раба своего Иова. Но дьявол с этим не согласился. И отвечал Сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяется по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? То есть дьявол стал убеждать Бога, что у его нет никаких убеждений. Что он просто благословляет тебя, он просто такой вот весь хороший, положительный, такой вот весь праведный, благочестивый, только потому, что у него все в жизни прекрасно и нет никаких проблем. Но нет никаких бед, ты кругом его благословил. Чего ему не славит тебя? Жизнь хороша. Чего он должен плакать-то? И дьявол стал убеждать Бога, что, а ты забери все это, и ты посмотришь, что он такой же, как все, что нет у него никаких убеждений. Бог позволяет ему, и сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. И как жестко он поступил с Иову. Бог позволил ему это. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник Иову и говорит, волы орали, и ослицы паслись подли них. Как напали и савияния взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, огонь Божий упал с неба, и опалил овец, и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдах, и взяли их. А отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, сыновья твои, дочери твои ели, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Я думаю, что никто из нас никогда в подобной ситуации не был. Мы, бывает, что мы теряли своих родных, теряли, они уходят, умирают, несчастные случаи. Но чтобы вот так, в один день, потерять абсолютно все, просто все, это большая трагедия. Это большое переживание. Давайте просто возьмем, ладно, имущество, ладно, там овцы какие-то, верблюды, да, это, конечно, это имущество, это бизнес, это деньги. Но дети. И он в каждого из них родил. Каждого из них он на руках носил. В каждого из них он частицу души своей вложил. Он любил их. Семь детей и три дочери, десять, десять детей. Он любил их. Это были его дети. От его плоти, от его крови. Это не просто так. Это сильный удар. И дьявол думал, что он выиграл этот бой. Дьявол хотел убедить Бога, что нет на земле людей, которые имеют убеждение. И готовы по своим убеждениям, по внутренним поступать. Что же происходит? И тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал, Нак я вышел из чрева матери моей, Нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного. О Боге. Что произошло в этот момент, братья и сестры? Это очень интересная ситуация. Это уроки истории из сегодняшнего дня. Что произошло в этой ситуации, в этом действии Иова? Что это было? Если мы люди духовные, мы должны рассуждать духовно. В этот момент, когда Иов выполнял вот эти действия, разодрал одежду свою, остриг голову свою, пал на землю, поклонился, кому он поклонился? Он Богу поклонился. И сказал, да будет имя Господне благословенно. Вот этими словами, вот этим действием, он поразил дьявола. Он его просто поразил. Он его выставил на смех. Он его постыдил в этот момент. Садана хотел Бога постыдить. А Иов этим действием постыдил дьявола. Он нанес ему серьезное поражение. Дьявол оказался в стыде. Иов показал, и он отстоял как бы честь Бога. Бог сказал, это мой раб. Иов, он богобоязненный. Иов отстоял честь Бога на земле. Дьявол был поражен. Иов, он как бы исполнил Слово Божие. В Писании что говорит? Когда умножается богатство, не прилагай к нему сердца своего. Это большое искушение, когда у тебя что-то умножается. Когда ты... Вот сейчас как умножается богатство? Как люди выбирают себе вещи? Они долго выбирают на сайтах. Они смотрят. Они приглядываются, присматриваются. Ну, там, дом, машину, вещь какую-то. То есть человек в это сердце свое вкладывает. Он не просто пришел, увидел, купил. Он долго думает, ходит вокруг. И потом вот выбирает из несколько что-то лучшее. В этом он душу свою вкладывает. А Писание говорит? Когда богатство умножается, не прилагай сердце. Вот Иов, имея столько богатства, он показал, что его сердце не было прилеплено ко всему этому. Не было. Он был свободен. Ему было тяжело, но он был свободен. Его внутреннее убеждение, стержень, которую он имел, сатана не мог сломать. Но дьявол на этом не успокаивается. Да, он постыжен. Да, Иов его поразил. Честь Бога он отстоял. Но дьявол не успокаивается. Еще хочется сказать, что мы, современные люди, мы, которые живем в мире потребительства, где потребительство раздуто до огромных масштабов, где мы просто иногда помешаны на каких-то вещах, на приобретениях, мы порой так слабы. Незначительные потери, царапина на машине, одежда порвалась или еще что-то доставляет нам такое расстройство. А если что-то большее, так это смерти порой подобно. Люди так сильно переживают. Потому что в этих вещах сердце человека, описание говорит, не прилагай своего сердца. И сатана так порой легко поражает современных христиан, очень легко. Но время, в котором мы живем, братья и сестры, это время, чтобы все переоценить, все переосмыслить, потому что грядет что-то большее. Итак, дьявол не успокаивается, и он идет дальше. И что же он делает дальше? Он снова приходит, пред лицо Божие. Вторая глава. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане, Откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал, Я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Бог повторяет свое мнение о своем человеке. И доселе тверд своей непорочности не сломался, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу, и сказал, Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но проспи руку твою, и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? Знаток человеческой души. Знаток просто на пять баллов. Он знает тонкости человеческой души. Если не удалось через это сломать, и есть такие вещи, перед которыми никто не устоит. Никто. А за жизнь свою человек отдаст все, что у него есть. Коснись, благословит ли он тебя? Братья и сестры, дьявол знает нашу психологию. Он знает все наши немощи. Он знает все наши слабости. Он знает, куда надавить. Он знаток человеческой души. Искушение это древнее искушение. И то, что происходило с Иовом, что-то подобное будет происходить и сейчас, и уже происходит. И сказал Господь Сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел Сатана от лица Господня, и поразил Иова, проказывая лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И он взял себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел, и сказала ему, жена его, жена не выдержала, братья и сестры. До какого-то момента они были вместе. Одно тело, одна плоть, муж и жена, одно. Большая семья была, вместе жили, вместе верили. Жена не выдерживает. Жена такого накала, такого давления просто не выдерживает. Она ломается. Это даже не с ней происходит. Это с ее мужем происходит. И что она ему говорит? Ты все еще тверд в непорочности твоей. То есть ты все еще тверд в своих убеждениях. Оставь свое убеждение. И прежде чем умереть, странно, конечно, она совет ему дает. Похули Бога. Скажи Богу, Бог, ты несправедлив. Бог, ты злой. Похули Бога и умри. Жена не выдержала. Так бывает, что, когда двое живут, один может не выдержать. Но Господь дает милость одному все-таки устоять, и другой потом за него цепляется. Бывает, в семье не всегда понимание есть. Но главное, чтобы кто-то один хотя бы удержался, кто-то один устоял. За счет него потом другие выберутся. Главное, чтобы не все в семье сломались. Это очень важно. В семье бывают сложности. И что же дальше, говорит Иоанн? Но Он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели добрый мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И во всем этом не согрешил Иоанн устами своими. Что ждал дьявол? Он ждал, что его план сработает. Он был уверен, что люди все продажны. Что люди, они так устроены. Что если по силе надавить, если знать, куда надавить, знать, в чем сердце человека, и именно туда надавить, то человек такое существо, он все продаст. Ради себя, чтобы сохранить себя. Истинк самосохранения с работы, должен сработать, так думал дьявол. Должен. И он срабатывает, потому что этим искушением дьявол испытывает многих людей. Инстинкт самосохранения срабатывает. Но в случае с Иоанн он не сработал. Не в первом, не во втором случае. Почему? Потому что у Иоанна было что-то большее, чем его жизнь. Чем его здоровье. Чем его имущество. Чем его семья. У него было что-то большее, внутренний стержень. Убеждение такой силы. Он был уверен в чем-то большем. Его сокровище было не в этих вещах. Его сердце было не в этом, даже не в его собственном здоровье и жизни. Хотя ему было очень тяжело. Но он, это для нас пример, Бог оставил. Он сумел это пройти. Мы знаем его сильные переживания, его отчаяние, его мысли, где-то даже непонимание ситуации, вообще непонимание, но он вышел победителем. Бог был с ним. Это урок истории для того времени, в которое мы сейчас вступили с вами. Есть другой пример, антипример. Он очень простой. противовес Иову. Был такой человек, Исаф, его звали. Был Иаков, а был Исаф. И вот Исаф, это был первородный брат. Первый родился. Ему принадлежало первородство, ему все принадлежало. Но он не особо этим дорожил. Он как бы не считал это за сокровища свои. И мы знаем эту ситуацию, думаем, мы читаем Библию, слушаем проповеди, что когда он пришел с поля, был очень голодный, просто он очень хотел кушать. И брат ему говорит, я тут кушать сделал, продай мне свое первородство, а я тебя накормлю. И что говорит Исаф? Очень все просто. Банально просто. А что мне с этого первородства? Я есть хочу. Друзья, нет никаких лжеучений, нет никакой философии, нет никаких притеснений, гонений, нет ничего этого. Просто желание покушать оказалось выше первородства. Банальное желание просто не остаться голодным превозмогло. стало выше сокровища, которым он обладал. И потом написано о нем, что он потом плакал горько, он хотел что-то изменить, он понял, что он поступился, продал что-то очень важное. Но в момент искушения, в момент соблазна, в момент испытания, когда он тоже испытывался, он сказал, я есть хочу. что у меня с этих убеждений, с моих каких-то христианских убеждений. Мне выжить надо как-то, мне надо как-то кушать, в конце концов. А убеждения, и вы знаете, эта мысль, она звучит множество раз потом в Писании. Множество раз. Ассав, 79-й Псалом, говорит, не напрасно ли я очищал мое сердце, а мы в алгивенности руки мои. Книга Малахии, мы читаем, люди, народ Божий, говорят, что польза, что мы соблюдали постановление Божие. Какая польза? Никакой пользы от этого нет. Вон люди живут беззаконно, приступают к заповеди Божии, и устраиваются как-то в этой жизни. А я вот заповеди соблюдаю, а я стараюсь быть непорочным, а я стараюсь как-то в чистоте жить, что пользы, надо как-то выживать. Это древнее искушение, оно никуда не делалось. Исава, для Исавы было просто достаточно его голод, и все убеждения на этом закончились. Конечно, по сравнению с Иолом, это очень резкий контраст. сегодня мы в таком времени, когда много страха, который тоже на нас как-то влияет, неизвестность, непонимание, у многих вопросов, что нас ждет, что нам приготовили, что будет. мы можем только догадываться, ну, как бы предполагать. Ну, Писание нам говорит, что будет, и, наверное, пришло время уже ничего не скрывать, говорить так, как написано. Мы знаем, что будет, для нас это не секрет. Мы знаем, что будет большое испытание, будет большое искушение. Но прежде, чем вам это сказать, мне хотелось еще посмотреть быстренько, буквально, два примера на то, как люди, имеющие внутренние убеждения свои, преодолевали искушение. Это Иосиф, когда он был уже продан в рабство, и он оказался в чужой стране, будучи рабом. Братья его продали. Но будучи вдалеке от своей семьи, от своего любимого отца, находясь в незавидном положении, находясь в положении раба, ничего не стоящего, никаких прав у тебя. Он продолжает жить по своим внутренним убеждениям. Иосиф, а чего ты живешь? Папа, ты нет рядом. Никто же тебя не видит. Никто тебя не поругает за это. Очень многие люди живут, знаете, они ходят перед человеком. Пока кто-то видит тебя, ты такой вот весь хороший. А когда никто не видит, ну ты живешь, как ты себе хочешь, так и живешь. Иосиф был другим человеком. Ему не важно было, что нет папы рядом, мамы нет рядом. Ему не важно было, что его никто не видит. Он жил пред Богом. Он ходил пред Богом. Это были его убеждения. Ему не нужно было ходить перед человеком. И вот, когда пришло искушение, когда жена Патифара, человека, которому он принадлежал, которая за ним, ну, подсматривала, и которая, как бы, предложила ему, говорит, ну, как бы, такое искушение, что ты спи со мной, да, и, может быть, я тебе помогу. Может быть, ты как-то выберешься из этого состояния. А он не соглашался никак. Никак не соглашался. Тогда она прибегает к радикальным методам. Она хватает его просто, говорит, давай, вот, ты должен быть со мной. А он убегает от нее. Убегает. И он ей говорил, я не могу согрешить так. Я пред Богом хожу. Я Бога боюсь. Что пришло в его жизнь? Ему пришлось заплатить за свое убеждение. Его отправили в темницу. А могли и вообще убить. Но то, что было в нем, и то, как он преодолел это, показалось, что есть что-то большее, чем просто выбраться из рабства. Возможно, он готов был до конца дней своих быть в этом рабстве, но не поступить со своими убеждениями, уверенностью, хождением пред Богом. Для него Бог был больше всего. И страх Божий был для него превыше всего. И мы знаем, что Бог его не постыдил, и в итоге Бог его вознес. Еще книга пророка Даниила. Три этих юноши. Сидрак, Месаха и Авденага. Очень интересная история. Все не буду рассказывать. Просто одна иллюстрация, которая похожа на сегодняшний день. Многие сравнивают ее, что что-то подобное будет. Когда Ана-Буфудоносор построил огромного идола, истукана, и дал повеление всем жителям страны своей. Чтобы когда вы услышите звук музыкальных орудий, тимпана, цифров, гусли и всего прочего, в общем, когда все это услышите, все должны просто бухнуться на колени и поклониться этому истукану. Если у нас ухо способно слышать, то мы можем переноситься в книгу откровения. И поклонилась вся земля. Поклонилась вся земля. Что-то подобное уже было. Итак, эти трое юношей, причем из Израиля, это были плененные люди, которых привели из Израиля, они были молодые еще ребята, их не трое было. пленников было гораздо больше. И вот в этом огромной толпе, которая стояла, и они там были тоже, и когда зазвучали эти музыкальные орудия, под страхом смерти, не просто так, хочешь поклоняйся, а хочешь не поклоняйся, нет. Был выбор, реально выбор. Или ты поклонишься, или вон там печь горит. Не виртуальная печь, не просто костерчик какой-то, а печь и указание царя, кто не поклонится, должен быть брошен в печь. Вы представляете, они все выходят, что у них на сердце? Что на сердце у тех, которые также вместе с ними плененные из Израиля, и Иудеи, из народа Божьего? И когда звучит это повеление, эта музыка, все падают. кроме этих троих, они стоят. Вы знаете, как их несложно было не увидеть, когда все опустились на колени, или вообще не цупали. Не сложно их было не заметить. Не сложно. Их было очень хорошо видно. Можно было бы сказать, ну, сымитируй что-нибудь, ну, притворись, может быть, что ты споткнулся, что у тебя там нога зачесалась, не знаю, ну, сделай что-нибудь, ну, ты в сердце, главное, вот скажи сам себе, нет, нет, я не кланяюсь, я просто вот упал нечаянно, да, а я на самом деле не кланяюсь, нет, нет, они остались стоять. Никого не обмануть, Бога не обмануть, Бог видит сердце. Страх перед смертью не смог пересилить их убеждения. Их подводят к царю, потому что их сразу стало заметно, и царь говорит, может быть, вы не расслышали, может быть, вы глуховаты немножко, давайте еще разок, специально для вас, повторим второй акт. Они говорят, да не утруждай себя, царь, мы все слышали, и музыку твою мы слышали, но ты должен знать, что мы поклоняемся Господу Богу, а тебе, царь, и стукану твоему мы не поклонимся. Мы знаем, чем кончилась эта история. Они не избежали печи. За свои убеждения, можно сказать, какие глупые, ну, упал, ну, встал, ну, помолился, ну, сказал, Господи, прости, смолодуши, ствол. Но нет, убеждения были такой силы, что их не превозмог стран смерти. Их бросают в печь. Но Господь с ними. И они не постыдились. И Бог за своих всегда ступается. За людей, которые идут до конца, Бог за них ступается. Они показывают, что их сердце не было в этом, в сохранности своей жизни. Не было в их положении. Не было. Потому что их уже там возвысили, они уже служили царю. Ты пленник, ты раб, но ты на службе у царя. Это же положение, это же карьера, это возможность в люди выбиться. Но они от всего этого отреклись. Сказали, нет, нет, нет. Если на кону вот это, тогда нет. Их характер, их убеждения были очень тверды. Сегодня мы вошли с вами в время, о котором сказано, что будет испытан всякий живущий на земле. Если до этого момента это было как бы локально, ну, какой-то народ, может быть, какая-то страна, то Писание говорит, что мы достигли того времени, когда будет испытан всякий живущий на земле. Написано, что сеть найдет на всех живущих на земле. То есть дьявол приготовил какое-то сильное искушение, сильный соблазн. И знаток человеческой души построил этот соблазн. Знаете на чем? На слабостях наших. На наших привязанностях. На то, в чем сердце твое, куда ты его вложил. Где твоя душа? Где твое сердце? Вот на этом построил он свой соблазн. На этом всегда построен его соблазн. И поэтому написано, что вас постигло искушение не иное, как человеческое. Человеческое. Потому что дьявол будет испытывать и вот эту сеть, которую он приготовил для всех живущих на земле, она будет построена исключительно на человеческих слабостях, на привязанностях сердца. Он много лет работал, последние, особенно, года, несколько десятилетий последних. Он много лет работал над тем, вы знаете, над чем? Над тем, чтобы привязать каждого человека к определенным вещам. Кого-то привязать к стабильности. Привязать к стабильности. Человек боится, а вдруг будет все нестабильно. А я так привык жить в стабильности. А ему грозит нестабильность. Чтобы сердце человека привязать к работе, к карьере привязать к имуществу. А я только дом купил. Или наоборот, а я только собираюсь дом купить. А это все может стать под угрозой. Где твое сердце? Где твое сердце? В этом будет искушение. Он привязал сердца к славе, к достатку, к комфорте, к семье и к многому чему другому. И в этом будет большой соблазн и большое искушение. Но только когда он всех привязал, практически всех людей, время, как я уже сказал, в котором мы живем последние несколько десятилетий, это время потребительства, это время, когда сердце человека расслабилось, когда Господь говорит, не прилагай сердце, но люди приложили свое сердце. Вещи вошли в их сердце, в душу их, всякие привязанности. Люди не мыслят, как я смогу жить без этого, как я смогу существовать без этого, потому что нету каких-то больших убеждений, а они должны быть. Но дьявол сделает так, и мы читаем в этой книге Откровения, хочешь, чтобы все это осталось у тебя, заплати. А цена заплати. Он много лет приручал человека, он много лет человека привязывал сильный, как в паутине, внушал ему, что ты без этого не можешь, ты просто не проживешь без этого. Хочешь, чтобы все осталось? Хочу. Заплати. Поклонись. Это очень сильное искушение. Но написано, что это человеческое искушение. И поэтому, друзья, братья и сестры, все это было уже в истории, и хорошо, что Бог оставил нам такие примеры. Очень хорошо, когда люди показывали, даже имея все, легко говорить нищему человеку, когда у него ничего нету, но Бог показал нам, что даже когда имея все, люди не прикладывали к этому сердце свое. И когда наступал момент искушения и соблазна великого, они говорили нет. И если на кону стоит неверность Богу, и вот это вот все, чтобы вот это все осталось через неверность Богу, так не пойдет. Мы любим Бога больше. Братья и сестры, Бог дает нам время проверить, чем я реально жил до сегодняшнего дня, что являлось настоящим моим сокровищем, что для меня было истинным богатством, ведь Христос как сказал, где сокровище ваше? Там будет сердце ваше. Он сказал, собирайте себе сокровища на небесах, и чтобы сердце ваше было там, потому что когда придут забрать у вас земное сокровище, чтобы сердца ваше в этом не было, чтобы вам не было мучительно больно, а его могут прийти забрать. Мы знаем, ну могут, ну просто могут, время такое складывается. Господь сказал однажды. Я прочитаю это место, это последнее место, Евангелие от Матфея с 10 главы. Кто кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, кто любит более, нежели меня, не достоин меня, и кто не берет креста своего и следуя за мною, тот не достоин меня, сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет меня. Еще в другом месте Он сказал, что кто не возненавидит, притом самой жизни своей, не может быть Моим учеником. Зачем Господь так говорил? Он предупреждал нас, Он показывал, что сердце твое «здесь покатанной земле, оно будет подвержено человеческим искушениям, в какие твои убеждения, что для тебя ценность, за что ты готов платить, за что». И последнее, я процитирую, это книга Откровения, мы читали тысячи лет назад, как Иов, Сидрак, Месак, Абденага, Иосиф, мы переносимся в конец нашей истории земной. Книга Откровения написана, они победили его, дьявол. Иов его победил, Иосиф его победил. Эти трое юноши, сам Даниил, победил его, и много перед нами людей победили его. Чем же они его победили, интересно? И вот в книге Откровения написано, они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей, даже до смерти. Они не привязали себя, они не возлюбили жизни своей. Их жизнь был Бог, и сокровище им был Бог. Друзья, время слышать Бога, время проверять своё сердце, время переоценивать, проверить свои убеждения, какие они, в чём они, как далеко я готов пойти. И если ты слабый, и ты чувствуешь, что ты слабый, молись, есть время поправить свой святильник. Время поправить святильник, это тоже Божья милость. Когда жених шёл, и все уснули, пришёл вестник и сказал, жених идёт. Они встали, а светильники погасли, такое может быть. Но есть время поправить святильника. И это время нам дал Бог сейчас. Пересмотреть всё, и выправить свои отношения с Богом, и стать в правильном положении, чтобы человеческое искушение, которое придёт на всю вселенную, не убило нас, не сломало нас, чтобы мы вышли победителями, как Христос, как многие святые. И мы со Христом. Да поможет нам всем Бог. Всё это не просто, не просто, но Господь с нами. Будем уверены в Боге. Не в нас сила, а в Нём. Слава Ему за всё. Аминь. Аминь.